Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Август – последний месяц каникул и лето. Состояние анапских пляжей, по оценке специалистов, удовлетворительное. Жалобы на местах. Первая вице-мэр Светлана Яроваев встретилась с жителями микрорайона Алексеевский. Практические рекомендации по вопросам миграции на очередном селекторном совещании определили конкретные действия всех служб. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Лето – это маленькая жизнь, и каждый стремится провести ее ярко. В Анапе самое популярное место отдыха летом – пляж. Гости курорта и анапчане купаются и загорают. Для комфортного отдыха сотрудники предприятия объединения курортных услуг благоустраивают пляж. Каждый день чистят и просеивают песок, убирают водоросли и следят за порядком. О состоянии пляжей сегодня расскажет Наталья Пухальская. Пока отдыхающих нет на пляже, сотрудники предприятия объединения курортных услуг чистят, подметают дорожки, моют плитку и просеивают песок. 25 километров побережья, на 5000 квадратных метров работают 5 единиц спецтранспорта, 2 грибка прочесывают пляж и 2 машины вывозят мусор. Задача пляжеуборочной интернациональной пары – просеять песок, тянет белорус, почти ручную работу выполняет шведка, отсеивает окурки, косточки и мелкий мусор. После ее прогулок песок чистый и пушистый. Впервые, наверное, за 10 лет у нас дети, играя на пляже и строя замки, они в песке ничего не находят. То есть у нас песок чистый и это ракушки. Все пляжи оборудованы урнами по требованию санитарных норм. Одна на 30 мест и на расстоянии не более 50 метров. 154 урны установили дополнительно. Мусор вывозят трижды в день. Со всех пляжей 21 кубометр каждый день. В текущем сезоне в Анапе функционируют 16 общественных пляжей. Из них два эксплуатируют мупо-обедение курортных услуг. Для проведения санитарной очистки пляжей на территории и уборки, это от водоросли, мупо-обедение привлекает 45 уборщиков. На каждом общественном пляже уборкой занимается от 5 до 7 человек. За период 2013 года с пляжных территорий Анапской бухты вывезена 531 машина водоросли, что приблизительно составляет 11 тысяч кубометров. Для проведения работ по извлечению вывоза морских водорослей задействовано по 12 единиц степени. То есть вывоз и сбор морских водорослей, комки, произносится в ночное время. В 6 вечера до 6 утра. Песок после такой чистки просеивают и возвращают на пляж. Оборудованы медицинские спасательные посты, дежурят спасатели. Работают душевые и мойки для ног. В бюветах прохладная даже в жару питьевая вода. Для тех, кто не любит прямые солнечные лучи, зонтики, навесы. Все доступно для всех. Главное отличие пляжа в этом году нет на зойливых торговцах, предлагающих пиво рыбу раков. Незаконную торговлю пресекают и напоминают отдыхающим правила безопасности через радиоузел. Во время купального сезона и в равной степени межиссисовой зоны администрация муниципального образования производит постоянный контроль, мониторинг пляжных территорий и обеспечивает контроль за исполнением мероприятий по санитарной очистке. На сегодняшний день санитарное состояние пляжа будет ловить. С такими результатами специалисты-работники Мупаку и закрепленные здравницы переводят пляжи Анапы в последний месяц курортного сезона. Наталья Пухальская, Игорь Куршаков, Анапа-регион. И в продолжение темы благоустройства. Мусор, грязь, разбитая дорога, побочные эффекты стройки. Возмущенные жители Алексеевки пожаловались на соседей застройщиков в администрацию города. На жалобы отреагировали быстро. Специалисты межведомственной комиссии приехали на место, чтобы лично проверить, кто и что нарушают. Комиссию возглавила первая вице-мира Анапы Светлана Яровая. Подробности проверки у Ларисы Басовой. Председатель квартального комитета номер 39 Людмила Лазебник ежедневно принимает жалобы от местных жителей. Грязь, разбитые дороги, пыль, шум и строительный мусор. Жалоб много. Застройщик Петросян возводит целый жилой комплекс из нескольких домов. Все негативные последствия стройки соседи терпят уже два года. Пробовали поговорить с застройщиком, диалог не получился. Жители Алексеевки делегировали жалобы Людмиле Лазебник. Представитель народной власти за помощью обратилась к первому вице-мэру Анапы Светлане Яровой. Факты подтвердились. Я считаю, что на стройке тоже есть определенная культура строительства. Мы тут все вопросы в рабочем порядке порешали. И в пятницу, в субботу будет контрольный выезд. Уверена, что на все обращения жителей совершенно справедливые. Будут предприняты меры застройщиками к устранению. Весь строительный мусор вывести за неделю. Такое указание получили застройщики. Не выполнить поручение не удастся. В субботу у меня рабочий день. Я подъеду. Жители жалуются не только на горы строительного мусора по адресу строящегося дома под номером 30В по улице Станичной. Большегрузные машины разбили дорогу. Грязь после дождя не пролазная. Работники ЖКХ дают совет указания. У засыпки более плотной фракции. Почему? Потому что когда на самом деле пойдет дождь, вот эта мура, вот она сейчас смоется. Этот факт по нарушению правил застройки нужно принять к сведению всем застройщикам города-курорта. Нарушают все по-разному. Отвечать придется всем одинаково. По закону. В целом, должно сказать, что мы готовим совещания. Ранее в Анапе никогда, насколько мне удалось выяснить, такие совещания, встречи рабочие не проводились, на которые будут приглашены все крупные застройщики. И, соответственно, должен быть налажен определенный контакт. То есть это не должно быть игрой в одни ворота. Получил разрешение на строительство и делать, что хочу. Ничего подобного. Существуют и заинтересованные стороны, существуют соседи, существуют правила. Должен быть порядок на строительной площадке, должен быть информационный щит, должно быть соответствующее ограждение. Благоустройство, предусмотренное проектом, должно быть исполнено. Но тут нет ничего, никакой катастрофы. Все эти вещи можно решить в рабочем порядке. Главное – контроль и взаимопонимание. Думаю, то и другое мы найдем. Стратегия власти города проста и понятна. Незаконным стройкам в Анапе прописку не дадут. Закон о послушных застройщиков поддержат. Лариса Басова, Антон Чистяков, Анапа-регион. И к другим темам. Роль казачества в борьбе с незаконной миграцией и практические рекомендации для каждого района Кубани. На очередном краевом селекторном совещании отметились сильные и слабые стороны профилактики незаконной миграции. Подробности в сюжете. Абширонский район, Павловский, Геленджик, Новороссийская, Анапа, главы городов и районов Кубани отчитываются работе за неделю. Хорошие показатели в Славянском районе, Туапсинском и Тимошевском. В Кущевском сотрудники миграционной службы и полицейские наверстали за неделю упущенное за полгода. В Кущевском районе на прошлой неделе по информации управления Федеральной миграционной службы и Главного управления МВД России по Краснодарскому краю было выявлено 40 нарушений миграционного законодательства. Это больше, чем и было сделано. Я приводил примеры и докладывал статистику на прошлом совещании за полгода. Три района прогремели на весь край. В Павловском, Приморско-Ахтарском и Мостовском районах распоряжение губернатора Кубани Александра Ткачева игнорируют или плохо понимают. В районах пройдут служебные проверки. Задача для руководителей служб всех районов усилить контроль за миграционными процессами казачьим обществом – активнее поддерживать решения краевой власти. В пример привели Таманский и Екатеринодарский районы. Где есть взаимодействие, там и получается хороший результат. Вот на сегодняшний день, за ту неделю, Северский район, наш территориальный отдел проработал в отношении фирмы ООО «Юнян» в соответствии с 294-м законом. Все было законно. Вы вышли, пять протоколов составили и материалы направили в суд на закрытие этого хозяйства. В Крымском районе, незаконно проживающие в России, китайцы выращивали овощи в теплицах. Урожай собирали за 10 дней. После проверки оставили сельхозпроизводство, удобрение и урожай. Вернулись на родину, в страну восходящего солнца. Эффективность профилактических мероприятий доказана. Разработаны новые практические рекомендации для всех городов и районов Кубани. Главам подготовить схему квот. Разрешение на работу иностранцам выдавать только по заявлению работодателей и только на один год. Так легко контролировать гастарбайтеров. Работать с каждым работодателем. В патентах на работу указывать конкретную специализацию. Сотрудникам отделов Роспотребнадзор проверить места проживания иностранных гостей и рабочие места. Контроль должен быть постоянным. По адресам должна быть работа. Поняли, да? Это говорит о том, что там кто-то может быть новый проживать. Не может быть пройти этого мимо вас. Поэтому совместно с участковыми и уполномоченными полиции проводить рейдовые мероприятия. В пятницу доклад. Он должен быть объективный, должен быть наполненный, насыщенный результатами вашей работы. Прежде всего, личной работой, личного участия. Работа с населением, председателями ТОСов и взаимодействие всех служб – главный фактор эффективности работы в Анапе. С общей проблемой можно справиться, только объединив усилия. Задача минимум. К концу года на Кубани не должно быть ни одного незаконно проживающего мигранта. Наталья Пухальская, Роман Карпов. Анапа. Регион. Безопасность на дорогах. Молодые депутаты городов Кубани обсудили типичные проблемы дорожного движения и попытались найти решение. Новороссийск, Анапа и Сочи. Три города связывают не только дороги. С какими проблемами сталкиваются водители и сотрудники ГИБДД? Есть ли выход? Расскажет Наталья Пухальская. Час пик. Анапа замерла в пробке. Знакома каждому водителю. Неправильная парковка узкие улицы и недостаток дорожных знаков. Есть ли шанс выбраться из пробок и закрыть вечную тему проблем дорожного движения? Мы можем установить эти знаки. Остановка станка запрещена где угодно. Но вы видите, что количество транспорта увеличивается и у местных жителей, и у отдыхающих. То есть увеличивается в курортный сезон. Все равно мы должны рассматривать в первую очередь, наверное, все-таки обустройство парковочных мест. Парковок должно быть много и цены должны быть доступными. Сейчас водители, приехав к морю на автомобиле, чаще оставляют железных коней пастись на газонах, тротуарах и вдоль улиц. У людей транспорт есть, и они его где-то хотят поставить. Они едут к морю, они едут в магазины, они едут в центр города. Мы все равно эту проблему должны рассматривать. Потому что вешать знаки и менять разметку, мы не добьемся того результата, который нам нужен. То есть это однозначно увеличение парковочных мест и уширение проезжей части. Решать проблему комплексно со специалистами ЖКХ, транспортного управления и архитектуры. На Совете молодых депутатов вынесли решение увеличить штат сотрудников ДПС и ГИБДД. В Анапе за порядком на дорогах следят 27 полицейских. По норме должны 260. В 10 раз больше. Первое – это увеличение штата. Повторяю же, да? Ну да. Это мы выходим уже конкретно на профильный комитет с нашим решением, с нашей рабочей группой. Но по рекомендации ГИБДД на местах, на сколько увеличивается штат. И рекомендовать тоже профильному комитету, чтобы они все-таки скинули эту рекомендацию на города Краснодарского края. По наличию парковочных мест. Также по большегрузам, которые движутся у нас по городу. Водители большегрузного транспорта сетевых магазинов обяжут придерживаться расписания. Не загружать дорожную сеть днем. Экскурсионные автобусы в идеале убрать из курортной зоны. До места посадки туристов можно доставлять маршрутками. Такое предложение внесут дополнительным пунктом в договор с турфирмами. Наталья Пухальска, Андрей Стародубцев. Анапа. Регион. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров. Салоны магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы» и торгового центра «Алиса». Всегда удачный шопинг в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шопинг. Кто-то не любит шопинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса». Исполняет ваши желания. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В четверг, 1 августа, в Анапе малооблачно и без осадков. Температура воздуха плюс 24-26 градусов, ночью плюс 23. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте плюс 24 градуса. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Луна Парк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Они стали легендой. Девятикратные чемпионы мира. Клуб танцевального спорта «Луна Парк». Стань одним из нас. Стань чемпионом. Клуб танцевального спорта «Луна Парк».